Меня зовут Марина. Сегодня хочу сделать обзор посылки, которая мне пришла на днях с интернет-магазина AVTEX37. Это Ивановский текстиль, Ивановский трикотаж. И если вам интересно, оставайтесь со мной. Как видите, распаковку я уже сделала, поэтому быстренько посмотрим. Сама посылка мне вышла на 4483 рубля сам товар. И первое, что я вам покажу, это вот такую пижамку, которую я себе заказала. Не устояла я от такой веселой, даже детской расцветки. Ну, хочется уже успеть поносить такую расцветку. Размеры там были, я не помню, максимальный 54, либо нет. Но у меня размер 52-54. Я заказала 54 размер, 100% хлопок, AVTEX. Вот такая симпатичная маечка и шортики прилагаются. Я померила, мне прям замечательно все подошло. Он не большимерит ни в коем случае костюм. То есть он идет на свой размер. Можно даже на размер меньше, если хотите более обтягивающий. Но я не люблю обтягивающий, поэтому меня устраивает именно такой. Вот такие, значит, идут здесь лямочки, видите, двойные. Вот шовчики. На спинке выглядит вот так. Все отторочено. Мне очень нравится расцветка. Она веселая, нескучная. Прорезинная, как всегда, наклеечка. Но я думаю, это видно. Она такая поблескивает. Так, маечка такая закрывает животик то, что нужно. И прилагаются такие шортики симпатичные. Тоже все отделано замечательно. Швы мне здесь, кстати, на шортиках понравились даже больше, чем на самой маечке. То есть выглядит все вот так. Очень симпатичный. Он там шел в двух расцветках. Вот. То есть в этом варианте мне выслали. На фотографии там в другом, по-моему, в красном. Я уж так не очень помню. Ну, две расцветки однозначно. Какой-то вам придет. Какая-то вам из них придет, конечно же. Так, вот так выглядит. Так, что здесь шортики, кармашки достаточно глубокие. Вот такой костюмчик. И цена у него совершенно невысокая, поэтому было грех его не заказывать. На себе его показывать не буду, так как он слишком открытый, я хочу сказать. Ну, очень симпатичный. Очень. И называется костюм женский Микки. Топ плюс шорты, 54 размер, 329 рублей. Такая симпатичная девочка. Вообще, заказ у меня практически новогодний, но первым делом я вам покажу те товары, которые никак к новогодней тематике не относятся. И хочу продолжить вот таким наперником. Кинула я его в корзинку просто на всякий случай. Пусть будет в запасе один дома. Он стоил недорого. Значит, наперник у нас 50 на 70 сантиметров. На молнии, тик, набивной. Состав 50% хлопок и 50П. Вот. Значит, вот так он выглядит. Наперник сам по себе. Вот она, сама молния. Ну, думаю, пусть лежит, пригодится. В хозяйстве. Ну, приятная такая ткань, шелковистая, как видите. И вот край отделан вот такой вот веревочкой. Пшито. Ну, видимо, для того, чтобы перья или там пух меньше проскакивали. И цена у него всего лишь такого розового наперника. И там, кстати, в разных расцветках вам какой попадется. Стоит 89 рублей. 50 на 70 сантиметров. Далее, там, что хорошо в этом магазине. Там можно собрать свой комплект. Или купить по раздельности разные наловочки. Просто не под одеяльники. Купила я, значит, в паре. Парами продаются две наловочки. Взяла я их на всякий случай. Это наловочка 50 на 70 сантиметров. В бязи, по ГОСТу. Сто процентных хлопок. Ну, и две штуки. И витекс 37. Все тут написано. Взяла я их на всякий случай. Мало ли что. Бывают нужны лишние наловочки. Там, на сменку, еще что-то. Ну, прихватила я вот такую расцветку. Вот такие одуванчики. Я обожаю одуванчики. Вот так это выглядит. Качество в бязи очень хорошее. ГОСТовское. Мне понравилось. Плотное. Классное. Вообще, я люблю все. Я люблю и бязь. Я люблю, причем, разную. И мне нравится и перкаль, и поплин, и сатин. Все. Мне нравится. Каждая ткань по-своему. По-своему каждая ткань хороша. Вот такая расцветка. Их две штучки. Есть вот такой карман. 50 на 70, я уже сказала. И они очень, кстати, недорого выходят за такое качество. Классные налочки. Их тут две штучки в наборе. Эти две налочки стоят 134 рубля. Две штуки. Это с очень хорошей бязи. Поэтому я довольна. Ну, а дальше пойдут новогодние товары. То есть, товары с интернет-магазина, которые идут по новогодней тематике. И я, конечно, взяла положить подарки. Вот такие комплекты. Называются они хрюшки. Стоит каждый комплект 104 рубля. И сейчас один комплект я вам разверну и покажу. Кстати, тут даже есть этикетка. Кухонный набор. Фартук плюс прихватка. Плюс полотенце 37 на 73 сантиметра. Так называются хрюшки. Вафельное полотно со 100% хлопок. Ивановский текстиль. Вот по ГОСТу. Так что все такое симпатичное. Вот такой фартушек идет. Ну, ленточка такая атласная, обшитая или шелковая. Вафелька хорошая, аккуратненькая. Вот такой симпатичный, милый. Очень приятная тона сам фартук. В нем будет приятно готовить, кушать. Но у него есть только один небольшой минус. Это то, что он небольшого размера. Он весь классный, но размер не очень большой. То есть максимум до 50-го этот размер подойдет. Далее он будет просто маловат. То есть я 52-54, он на мне завязывается. Но уже тесно мне в нем и неудобно и неприятно. Поэтому для более худых девушек, девушек и детей он замечательно подойдет. Очень классненький. И за 104 рубля набор это прелесть. Вот такая прихваточка входит в набор. Вот с такими классными хрюшками-хозяюшками. И мужики даже хрюшки есть. Так. И вот полотенчика. Полотенце вот такое. Вот как всегда у меня какие-то нитки попадаются. Вот так выглядит полотенчика. Очень симпатичное, классное. Посмотрите, позитивное. И поэтому они мне, конечно, идут в подарок. У нас же год свиньи, как мы видим. И вот я заказала еще праздничных к Новому году бросить опять же в подарки полотенец. Так как я посчитала, у меня их оказалось маловато. Предыдущих заказанных. И сейчас вам их покажу. Это достаточно немаленькие кухонные полотенца. Размер у них 50 на 80 сантиметров. И стоят они по 41 рублю. Я взяла две штучки. То есть вот такое. Красивая расцветка, посмотрите. Не знаю, такие прямо хрюши. Тут мне вообще вот этот свинь или свинюха напоминает женщину, которая в таком кафе работает. Серьезную или повариху. Так что вот такой довольный жизнью мордочка сидит. Вот такая симпатичная расцветка кухонная. Ну и, конечно, пятачок. Ну посмотрите, какой он классный. Пятачок повар. Это просто пьер, свиньи пуха туда еще как-нибудь поместить. Вообще было бы здорово. Пятачок шеф. Вот такие полотенчики. Это по 41 рублю. И они достаточно большие. Еще одно полотенце. Оно, как видите, меньше размером. Прямо ощутимо меньше. 31 рубль стоит. Такое же все качество. Единственное, более маленький размер и другой рисунок. Также прекрасно подойдет вложить в подарок. Опять же год свиньи. Свинья очкарик здесь такой симпатичный. На очке сейчас модно. Так что красота. Качество хорошее. Кстати, на этом маленьком полотенчике нет петли. А на вот этих больших есть. Но это кому нужно. Но я лично петлями вообще не пользуюсь. Поэтому для меня они роли никакой не играют. Такие красивые новогодние полотенца. Далее идет флисовый плед. Изготовитель Никотекс. Покрывало флисовое. 150 на 200. Называется Оленья. Вот. Состав 100% ПМ. Полистер. Вот такой флисовый. Ну, стандартный флис. Он не сильно... Он не особо толстый. Хочу. У меня много флисов покрывал. Ну, и не сильно тоненький. То есть, он нечто такое среднее. Вот. И очень прикольно им использовать его. Господи, заговорилось. На новогодние праздники. Которые на кресло кинуть. Просто ножки укрыть на диване. И я, в принципе, для этого ее взяла. Либо на подарок. Было там две расцветки. Одна очень яркая. Но я не стала ее брать. И решила взять именно такую красную. Более спокойную. Спокойную расцветку. Еще раз повторю. Размеры 150 на 200 сантиметров. Ну, и цена этого покрывала стоит 397 рублей. Ну, такая цена... Ну, стандартная, мне кажется. Ну, так выглядит. Мне тут на всю кровать его, естественно, не хватило. Так чуть-чуть застелила. Вот так это примерно будет выглядеть на вашей кровати. На маленькой. Детскую кровать спокойно накроют, мне кажется. Я совсем забыла, что заказала еще одно такое банное. Либо пляжное полотенце. С такими мишками. Мне оно очень понравилось. Я заказала повторно. Я показывала в одном магазине. Покупала его теперь. И заказала еще одно. Именно теперь для себя. То я брала не себе. Поэтому мне очень нравятся эти мишки. Классные. Они там были в красном цвете и фиолетовом. То есть красные вот такие клетки и фиолетовые. Вот. Но красные мне не досталось. Причем брать опять фиолетовые. Хотя я хотела красные, конечно. Хорошая полотенца. Опять же, хорошее качество. Ну, всех... Вообще в ивановском текстиле, по-моему, у всех магазинов одинаково. Примерно они качества. У всех, что у постели хорошие, что у полотенца никаких упреков нет. Все замечательно. И вот такая классная расцветка. Так и называется мишки. Цена 110 рублей. А, кстати, размеры... Размер 80 сантиметров на 150 на полтора метра. 80 на полтора метра. Знаете, какая прелесть. Ну, красота. Далее покажу, какую красивую постель я приобрела. Именно на новогодние праздники. То есть я... У меня есть такой бзик. Я люблю пользоваться постелью. Допустим, в зиму одними постелями, весной и летом другими. Осенью третьими. Не, короче, там даже перемешку. Но зимние постели, они у меня именно отдельно. То есть, начиная с холодов и по самую весну, у меня зимняя тематика идет на постелях. Как-то, не знаю, мне так нравится. И опять, мне просто нужно уже было обновить один набор. Вот. И я купила такую а-ля зимнюю расцветку. Ну, у меня ассоциация зимней. Вот. Поэтому сейчас вам покажу. И прям раскрыто на постели. Так. Ивитекс. 37. Текстиль. Комплект постельного белья. Это у нас уже перкаль. Двухспальная с европростынью. Если кому-то интересно, то я расскажу размеры. Значит, здесь две налочки идут 70 на 70. Простынь 220 на 240 европростынь. И пододеяльник 177 на 215 сантиметра. Вот. Название здесь, к сожалению, не написано. Но я постараюсь с удочку оставить именно на этот комплект белья под видео. В инфобоксе. Кстати, название нашла с наведения называется. Вот. И вот так смотрится постель с наведением. Для меня это полная ассоциация какой-то заснеженной постели. В виде каких-то снежинок. Даже не восток. Нет именно снежинок. И такое впечатление, как будто спит снегурочка. Либо сам Дед Мороз такой постель. Она прям такая холодная. Холодных оттенков. Но вот она заснеженная. Вот так это выглядит. Покажу со стороны еще. Очень симпатично. Все прекрасно охватывает. Вот. И вот такая расцветка. Перкаль еще раз повторяю. Я люблю разные виды ткани. Каждая ткань по-своему хороша. Не могу сказать, что у меня есть плохая. Перкаль лучше. Либо паприн лучше. Либо сатин. Каждая ткань хороша по-своему. И у каждой ткани есть свои функции. Вот. Вот такая ткань мягкая. Хорошее качество. Хорошая. Тут просто я ничего говорить не буду. Расцветочка. Посмотрите. Она так красиво переливается. То есть это верх пододеяльник. Это сам пододеяльник. И такой гардиент. С одного цвета голубого переходит в белый. С белого переходит уже в голубой. И даже потом далее в синий. Вот. Там на плед повесила. Постелила. Посмотрите. Вот такая красота. Вот такая кроватка. Ну почему она не новогодняя? Она самостоящая новогодняя. И декабрь, январь, февраль мы ей будем пользоваться. До самой весны. Такая красота. Вот так значит выглядит у нас подушечка. Налочка вторая. Вот такая. Весь постельный набор шьется с одного вида ткани. То есть здесь компоновки двух видов расцветок нет. То есть пододеяльник с двух сторон одинаковый. Такая же простынь и такие же подушечки. Единственное, что налочки сшиты где-то с серединки берется. Именно середина покрывала где-то и как раз вставляется орнамент. Вот сама налочка. Здесь карманы, никаких замков. Меня вполне устраивают. Замки, кстати, мне не очень нравятся. Они могут заедать, ломаться. Это более удобно. Швы хорошие. Даже как бы не хочу об этом говорить. Так понятно. Так что вот такие сновидения. Сейчас скажу какая цена. Цена перкали двухспально-северо-простыней. Цену уже сразу забыла резко. 1617 рублей. Так что ссылочку оставлю. В интернет-магазине есть возможность собрать самостоятельно комплект. То есть купить отдельно налочки по распродажам. Допустим, я взяла. Также по распродаже, по-моему, там была налочка и под одеяльник. И там можно собрать свой комплект разных цветов, расцветок, как хотите. Естественно, этим воспользовалась, собрала. И что-то вышло. Я не помню точную сумму. Это около 900 рублей, по-моему, в общей стоимости. Я вам цены скажу по отдельности. Там можно посчитать. Первое, что, значит, к каждому комплектику. То есть взяла две налочки одинаковых. 50 на 72 штуки. Хлопок. Это у нас бязь люкс. В принципе, хорошая бязь, как и обычно. Такая плотненькая. Ну, я люблю достаточно. Мне не волнует. Сильно жесткая постель, не сильно жесткая. Я бязь в любом случае люблю. И мне нравится, что она не сопливая, не сильно тонкая. Именно такая плотненькая. Две налочки стоят 134 рубля. Также взяла, опять же, для комплекта тот же самый, ту же самую простыню по расцветке. Это евро. Решила там не брать там по размеру кровати сына. Взяла побольше. Это та же самая ткань. Все то же самое. Простыня евро. Бязь люкс. Бешумная. Гост. И размеры 220 на 240 сантиметров. 120 грамм. Тут плотность. Цена простыни. 342 рубля. И пододеяльник. Идущий размером полтораспальный. Уже я взята, как у сына, полутораспальное одеяло. 120 грамм также. На метр серия люкс. 3D, кстати, эти ткани называются, которые в данный момент постелила. И получается пододеяльник стоит 420 рублей. Ну все, разобрались. И сейчас покажу вам постель. Вот так выглядит. Вот такая практически новогодняя, зимняя постель. Я купила ее сыну не для себя. Хотя, может, тоже понравились собаки. Я не очень люблю животных. Но выглядит достаточно нарядно, симпатично. Ну как бы даже и по-мужски. Явно не девичь кровать. Парень у меня уже взрослый. Ну ему постель понравилась. Даже с этими рисунками. Так что скандинавские узоры очень хорошо украшают. И создают настроение. Вот так постелька выглядит. Вот такой орнамент идет здесь у нас. И собаки лайки. Или лайки, хаски. В корзинках. Ну чисто постелька очень хороша для мальчиков, конечно. Вот так это выглядит. Нарядно. В новогодние праздники. На всю зиму ему как раз комплекта хватит. На декабрь, январь, февраль. Постель, как видите, вернее ткань сама хорошая. Никаких узлов там нет. На ткань бывает идет плетение. И там какие-то узлы попадаются неприятные. Здесь вся гладенькая. Просто не такая же точно, как и подъяльник. То есть ткань, расцветка одна и та же. Ничего здесь не меняется. Нет однотонных простыней. Но это вполне меня устраивает. Мне прям все понравилось. Вот такая подушечка. Вот с такими собачками симпатичными. Вот такие две наловочки. Вот. И вот она сама наловочка. Вторая. Здесь уже, слава богу, тот размер, который нам нужен. 50 на 70. Мы только такими налочками пользуемся. Так это все красиво выглядит. Очень уютно. Домашние. И по праздничному. Сбоку карман. Как это должно быть. Ну, про швы я ничего не могу сказать. Шовчики всегда. Вот три магазина, которые я уже делала заказ. Это в Васильке. У меня есть видео. Вот и Vitex 37. И также все линия текстиля. Везде качество пошива белья. Полотенец прекрасное. Мне все нравится. Также я взяла вот такой наматрасник. Он был, по-моему, самый дешевый. На нашу кровать. Решила обновить. Метр шестьдесят шириной. Ну, то есть, двухспальная кровать. Вот такая ручечка. Хорошая упаковочка. Люблю такие упаковки. Вот. Ну, и посмотрим, какое же там качество. Так. На матрасник. Бамбук. Размеры. У меня сто шестьдесят на два метра. Допускается отклонение по размерам. Плюс два, минус процента. Процента микрофибра входит. Сто процента полистер. Материал чехла. Топроцентный полистер. Наполнитель полиэфир с добавлением бабукового волокна. По ГОСТу. Производитель Иванский текстиль. И ВИТЕКС. Как видите, написано вот так. Отсвечивает. Кстати, можно стирать при 30 градусах. По-моему, ручная стирка. Вот смотрю на матрасник. Стоит пятьсот пятьдесят пять рублей. То есть, практически я самый дешевый выбрала. Ну, то есть, самый демократичный. На этот размер. Метр шестьдесят. Ширина кровати. Вот так он выглядит. То есть, на кровати он вполне не подходит. Но, видите, немножечко даже не хватает по краям здесь. Ну, надеюсь, будет все нормально. Не порвет мне резинки со временем. Ой. Показываю тут вещи, которые мама только что показывала. Вот так это выглядит. Вот сами резинки пришиты. Не знаю, надеюсь, крепко все. Захват, в принципе, у нас матрас очень достаточно большой. Ну, резинки-то тянутся хорошо. Поэтому захватывать будет нормально. Вот. Качество. Ну, полистер вы уже поняли. То есть, такой бюджетный вариант. Бюджетный вариант на матрасника. Мне, конечно, хотелось бы получше качество. Как бы я немножечко ожидала. Ну, не знаю. Наверное, для этой цены это норм. Возможно, думаю, наверное, так. Может быть, я много хочу просто. Так что, вот так это выглядит. Прошивки не пропущены. Все присутствует. И ниток не торчат. Нежели в прошлом видео с другого магазина был у меня не очень приятный одеял. Который пришлось мне прошивать самой. К тому же, я там нашла еще кучу массы ниток. Такое ощущение, как будто в каком-то подполье шили. Я вообще крайне осталась недовольна одеялом. Ну, не стал некие претензии магазину уже говорить и на почту писать. Думаю, ладно, уже пусть будет. Так, ну, в принципе, все. Это весь мой новогодний заказ с магазина Vitex 37. Всем до свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok